Ежедневно люди по всему миру используют миллионы бумажных стаканчиков, а возникли они совершенно случайно, как результат кампании по борьбе с инфекциями. В начале 20 века американцы Хью Мур и Лоуренс Луэлленд изобрели автомат для продажи газированной воды и начали из проклеенной бумаги изготавливать стаканчики, в которые можно было наливать воду. Но торговля не пошла, на то время почти в каждом городе существовали краны с бесплатной питьевой водой и привязанной на цепочке кружкой. Когда общественные краны были закрыты, как рассадники микробов и опасных инфекций, дела кампаньонов несколько улучшились, но ненадолго. Хью Мур и Лоуренс Луэлленд пришли к выводу, что они продают не тот товар, что нужно продавать не воду, а одноразовые бумажные стаканчики. Партнеры изменили название компании на индивидуальные питьевые стаканчики, а глава американской консервной компании Graham, известной своими прогрессивными взглядами на гигиену, вложил в проект 200 тысяч долларов – огромную по тем временам сумму. Развернувшиеся в США компания по борьбе с инфекциями и мощная реклама дали свои плоды. Продажи одноразовых стаканчиков многократно возросли. Вместо стальных кружек, рядом с уличными кранами с водой, заняли бумажные стаканчики. Они продавались везде – в школах, офисах, поездах. Это был триумф бумажного стаканчика.